Итак, момент истины. Вот замеряю сталь N690 кованую. 61 единица у меня выдает. Это вот такого клиночка. Это у нас тоже финский клинок, только маленький. И это сталь D2. Замеряем. Ой, потолще. Сейчас подгоним. Три волшебных оборота. Идеально, точно в нолик попал. Хопаньки. Ждем для точности измерений. Есть. 62,8. То есть почти 63 единицы. И, как вы у меня давно уже спрашивали, момент истины. Оно вообще подлезет? Или его разбирать надо? Опа. А нет, подлезет, подлезет. Как хорошо, что мне его не разбирать. То есть взял на сайте Алиэкспресс складень, который они позиционируют, как сталь D2. Давайте посмотрим. Потому что я крайне сомневаюсь, что это сталь D2. Потому что он очень легко затачивается, просто как вата. И очень легко тупится. Три волшебных оборота. Ну, Алиэкспресс, ответишь за свою D2. И... Па-па-па-па-пам. 57. Блин, ну это прям... Это бомба, бомба. Это просто бомба. Для Алиэкспресс. Для этой стали D2. Это вообще шняга. Давайте еще разочек. Пока тут есть куда воткнуть. И замеряем. И ждем. Он там еще продавливается. И... Па-па-пам. 57. То есть... Сталь. Скорее всего, какая-то самая простейшая неживейка. Вот максимально там... Это какая-то вот 40Х13, 30Х13. Что-то такое. Но это никак не D2. Потому что D2 должна выдавать от 60 и более единиц. До 64 единиц. Вот так вот. Поэтому этот нож не может быть из стали D2. Приветствую. На сегодня у нас обзор финских клинков. То есть клинки для финских ножей. Именно вот прям финских. Прям чистокровных. Которые пук-коу. Вот прям вот этих. И стали используемые на сегодняшний день. Это N690 Кованы. И D2. На сегодня мы поговорим как о клинках. Рассмотрим, что получилось. Результаты. И также хочу потом уже в конце сказать пару слов. О некоторых личностях. Которые, наверное, не понимают. Что они говорят, что пишут. Итак, поехали. Ну что ж, начнем с малых. Вариантов. Тут всего лишь два варианта. Ну по размерности, если разобраться. Вот. Хвастовики у всех прям максимально длинные. Поэтому не стал сверлить. Так как это всадной монтаж подразумевается. И это было в 100 отверстие. Вот. Я их, в принципе, мог просверлить, пока они были еще сырыми. Но, вот, к примеру, в кованой N690, просверлить, уже проблематично. Даже твердосплавным сверлом. Ну, можно. На всех линьках ткнул клеймо. Не знаю, почему мне на это потянуло. Поэтому эти линьки только для вас. У меня оптовики уже не заберут. Вот. Подводушки там тонкие. Все нормально. Все четенько. Все ровно. Шлифовка наносатин. То есть, это не чистое зеркало. Это сатин. Но он настолько мелкий, что смотрите, как матовое зеркало. Поэтому это наносатин. Вот такой вот финский. Да, и вы, наверное, заметили, что вот тут вот спуски. То есть, не до конца. Это мой вариант. То есть, если я буду из них собирать ножи. То есть, из клинков на них рукоятки присоединяю. Прессаживать. То вот я буду именно с такими вот вариантами. Потому что тут прям, ну видите, да. Все сделано для того, чтобы больстер подогнать. Так же и у второго клинка. Только он толще. То есть, тот был тоньше, этот толще. Опять же, на любителя. Некоторые ножи используют в силовых каких-то работах. И поэтому тоненько-ровненько. Вот. И поэтому тонкие не всегда кому нужны. То есть, когда как. Тут не угадать. И вы, наверное, еще, может быть, может быть, конечно, задумались. Как я различаю, где там у меня N690 кованая, а где D2. Вот если нет вот этой прорези, вот такой вот в хвостовике. Видите, вот здесь нет. Это N690. Прорезь вот здесь сзади есть. Это называется зарез. Это так всю жизнь делаю. Всю жизнь работаю с ножами, с клинками и так далее. И, то есть, это уже настолько привычно, что я не могу ошибиться, потому что для меня это важно. Если я не сделаю эти правильные шаги в начале, то я сам себя обвиню в том, что... У меня, например, есть такие клинки, которые валяются. Я не знаю, с какой они стали. Вот, к примеру, я сделал такой зарез изначально. Я их бросил, я их не произвожу, потому что я не знаю, что это за стали. И я не могу взяться их сделать и потом кому-то что-то говорить. Да, все спуски линзообразны у всех клинков. Вот это, видите, уже чисто финский вариант. То есть, когда вот эта вот зарезка уходит прямо в хвостовик. Но вот такие вот клинки я точно не буду никогда собирать в рукоятке. Потому что, ну, пускай финны собирают. Но, опять же, почему сделал? Так, это было D2. Вот это N690, кованая. Почему так сделал? Потому что спрашивают и говорят. А то я хочу чисто финский, прямо вот, прям финский-прифинский. Просто, чтобы никак по-другому. Чтобы было неудобно. Вот я для таких вот заказчиков сделал. Пожалуйста. Чисто финские варианты. Везде также наносатин. И это были малые варианты. Потому что, опять же, есть любители побольше ножей. И здесь поменьше любители ножей поменьше. Вот так вот. Тоже длинные хвостовики. Клеймо, все дела. Вот все один в один, только размерность другая. Ну, и вот начал я вам показывать с тех вариантов, которые мне, например, удобны. В сборке под больстер. Вот этот вот с плечиками. Это называется плечики. Всю жизнь называются. Может, они как-то по-другому называются. Особенно у Мирикосов. У нас же любят слизывать все названия. Но вот у нас тех, у тех, кто работает всю жизнь с данными вот такими изделиями, то они называются плечиками. Под которые подгоняется больстер. Вот так вот. Следыковки все оставлены. Видите, какая контрастность, да? Это очень здорово смотрится, когда уже, особенно в собранном ноже, я так вам укладываю плечиками, то есть в ряд, чтобы вы видели разницу в размерности. Вот это уже потолще обух. То есть такой еще силовой добавок. Клинок. Тут все тоненько, все будет резать. Причем вот эта вогнутая линза, она режет всегда. Даже если вот здесь вот будет толстенько, то она будет резать. А если тонкая, то она будет вообще шикарно резать. Вот. И вот тут вот ничего не кованое. То есть вот эта вот D2 сталь, она не кованая. Это просто оставлен след проката. Когда на металлопрокатном заводе его где-то там фрицы катали, то вот я оставил вот этот вот след, так сказать. Дальше пошли уже, тоже большая размерность, то есть размерности они одинаковые, но здесь уже взрезка на хвостовик, чисто финский вариант. И может быть помните, я когда-то вам говорил, что клеймо деформирует стали. Вот посмотрите, как это происходит. Видите, она как посветлела. Как-то выпукла она получается, выпукла прям реально. Выдавливается материал. Ну, блин, это протереть надо. Вот. И поэтому, вот еще один момент, почему я не люблю ставить клеймо. Ну, конечно, тут ничего никому не мешает, все здорово. Но. Но. Самое главное то, что с клеймом у меня уже ни один отвитчик не возьмет. Пускай мне отвитчики мелкие, есть крупные, которым надо вообще широпотреб просто. Но. Вот с клеймом это только чисто для вас. И вот второй такой вариант, уже толстенький такой вот обух. Прям вообще. Тоже с чисто финским. Финскими спусками, так сказать. Правильно, да? Вот так вот. Они только будут клинками, потому что я еще раз старюсь на рукоятке. Я даже смотреть не буду, когда вот так вот. Это не мое. Я привык, вот когда плечки. Итак, на этом, в принципе, обзор можно считать завершенным. И я вам все-таки обещал сказать пару слов, да, по поводу вот незаказчиков. То есть, живой пример. Вчера вечером я есть на Яндекс.Дзене. Я там существую. Тоже вывешиваю так же, как на Ютубе, вот видео. И мне, к примеру, там было видео как-то, оно вывешено, где были клинки, не помню, из какой-то углеродистой марки. Может, ХВГ даже, а или нет, ХВ-5 алмазка. И они были с максимальной, просто вот безобразной максимальной твердостью. То есть, как вы любите. На что мне там кругом ответы такие. Да вот ими только бутылку царапать. Потому что я там бутылку царапал. Да вот ими там, что-то вообще они перекаленные, там они хрупкие. Вот его заточить там не знаю на чем. Да все это проблемно. И кто это говорит обычно? Те, кто у меня ни разу не заказывали. Это раз. Во-вторых, зачем вот это балаболить? Ты возьми, прочувствуй. Я уверен, что тебя, скорее всего, не было и нет такого клинка. Ладно, допустим. Если они перекаленные, хрупкие, там заточить их проблематично, что не является таковым. То ответьте мне на вопрос. Почему тогда вы не берете вот у меня, который там лежит много-много клинков, которые отпущены. То есть, с отпуском большим, хорошим. У которых, допустим, должна быть 64 и твердость, а у них 60 максимум. Почему вы их не берете? А вы вообще молчите по этому поводу, правильно? Так что вот не надо говорить. Вот так мне могут говорить, как вот было сказано, только те, кто у меня заказывал. Вот они имеют полное право на это. Все остальные вообще не имеют что-то подобное высказывать в сторону моих работ. Я считаю, вот так это будет правильно, это справедливо. И, в общем, до того договорились мы там, что он начал меня уже называть там всякими нехорошими словами. И я не жалею, чем для меня подписчики. Вот, понимаете, мне не важно, сколько их. Мне главное качество подписчиков. Поэтому я его заблокировал. До свидания, дорогой человек. Вам ничего не надо. Вы просто хотите нагадить. Вот и все. Еще хочу сказать по этому поводу, примеру. Если марка М390 является востребованной, а это так. То есть, в моей практике это подтверждено. Поэтому я плавно изготавливаю из этой марки. Почему она востребованная? Никто не задумывался, да? Вот из тех, кто мне пишет такие комментарии, что у меня перекалено, у меня хрупко, и не заготочишь, и ничего. А М390 славится именно тем, что у нее термичка максимально большая. То есть, в сравнении, допустим, с 95Х18. И только за это она пользуется спросом. Но, конечно, в совокупности она еще и нержавеющая. И то есть, два в одном. Но почему же тогда вы не возьмете 95-ку? Почему ее не хватаете, просто вот не сметаете? А потому что в ней нет столько твердости, сколько в М390. Потому что та нержавейка и эта нержавейка, они одинаковые по своим свойствам нержавеющим. 95Х18 и М390 это одинаковые нержавеющие клинки. Только у одного твердость 58-59, это 95-ка. И у М390 61-63 единицы. Вот и все. Почему же все берут побольше твердость? Наверное, не просто так. И если вам нужен клинок с меньшей твердостью, это я обращаюсь к вам, может быть, вы где-то еще меня смотрите, может, где-нибудь в Ютубе, то нет проблем, выбирайте любой самый мощный, прямо закаленный клинок. Я вам сделаю плавный, аккуратный отпуск. Хоть до 20 единиц. То есть, прямо вот до сырого состояния могу отпустить. Так что нет проблем, нет проблем. И вот такой идиотизм встречается у меня практически каждый день, а иногда несколько раз в день. Потому что я же вот не критикую, к примеру, хирурга. Я же, к примеру, представление-то имею, чем он занимается, да? Но вот в этих мелочах, в нюансах я ноль. Поэтому я буду молчать. Так же и плотника. В плотницких делах я много чего умею, много чего делал в своей жизни. Но пожизненному плотнику, который всю жизнь занимается этим делом, я ни слова не скажу, к примеру, какого-то совета не дам. Критику не приемлю в адрес такого мастера. И поэтому желаю вам удачи в поисках, как я ему посоветовал, этому человеку, на Алиэкспресс. Вот ваши варианты там. Там все легко затачивается, не хрупкое, там все легко гнется. Просто вот взяли, согнули, то есть разогнули. Ну, все хорошо. Вот ваш вариант там. У русских мастеров не надо, смотрите. У нас все слишком жестко. Все слишком четко. И так далее. Ну что ж, надеюсь, я вам не надоел своими разговорами. На этом, пожалуй, все. Приятно было пообщаться. И до новых встреч, на новых обзорах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова